Меня зовут Михаил, это мое второе, скажем, имя, а я по паспорту, меня зовут по-другому, но я пришел к Богу в 99-м году, в то время я жил в Бердичеве, я жил в Бердичеве суммарно 4 года. С тех пор я верю в Бога, служу Ему, я как-то сразу и служить Ему начал, и, можно сказать, практически сразу я попал в еврейскую общину, что я покаялся дома, со мной человек один работал, вел меня к Богу вот так индивидуально, знаете, и он меня пригласил в свою церковь, и он же меня, как говорится, сводил на служение в еврейскую общину, и вот я там и остался. Меня зацепило увиденное, как-то я почувствовал какой-то такой, знаете, семейный дух, на то время, наверное, это было самое то, в чем я испытывал больший дефицит, и вот на такую душевную приманку меня и поймали в этом служении. Потом, изучая Писание, я убедился, что Бог не ошибается в своем водительстве, да? И у меня бывало, был период, когда я переехал жить в Винницу в 2002 году, как-то мне не удалось причалить ни к одной из существующих там церквей, потому что, ну так скажу, как думал тогда и думаю сейчас, человек, схвативший вот еврейское мессианское ведение, ну как можно поменять направление служения? Вот, это очень вкратце. Хорошо. Сегодня мы будем говорить о том, откуда берется вера. И давайте для начала откроем книгу Егоша бен Нун, книгу Иисуса Навина. Первую главу, сразу же первую главу откроем. И давайте поговорим о контексте. Итак, народ рабов, народ, уже свыкшийся с тем, что вот над ним кто-то начальствует. Знаете, когда у какого-то социума долго нет свободы, долго, когда несколько поколений проходит, у которых вот нет свободы, они со временем теряют способность самостоятельно принимать решения. Им нужен кто-то, кто бы за них принимал решения. Вот знаете, советский человек в этом отношении, это человек, которому сложно самому принимать решения. И менталитет советского человека, это менталитет людей, которых отучили самостоятельно принимать решения. Чем отличается, я думал над этим долгое, скажем, советский человек от средневзвешенного западного человека? Но те люди более самостоятельные. Зная разных людей, можно не соглашаться, но я говорю в среднем в целом. И вот народ рабов, на протяжении более чем 200 лет, почти 300 лет, оставаясь в рабстве в Египте, они вот где-то пришли к тому, что вот за них все принимали, им назначали, у них забрали права, на них навалили кучу обязанностей и так далее. И вот Маше их вывел, и представляете, единственная фигура, которая была их лидером с момента их свободы, и на протяжении аж 40 лет это был Маше. И они не знали другого лидера, кроме как Маше. Сменилось, если по 20 лет считать поколение, два поколения, третье пошло, которое знало одного лидера, лидера Маше. Можно сказать, что Маше, уже можно думать, что был живой иконой. До сих пор в иудаизме мы знаем к Моисею особенное отношение, да? Считается, что самым авторитетным пророком из всех является Моисея. Любые другие, они по статусу ниже. Конечно же, это человеческое понимание, потому что любой пророк интересен не тем, когда он жил, а тем, что через него Бог говорит. А Бог, говорящий через Ишаяху, или через Иезекиэля, или через Маше, это тот же самый Бог, и неважно, насколько давно он говорил и через кого. Любое слово Божье, оно авторитетно, вне зависимости от того, когда сказано, в равной мере. Но по-человечески вот так было решено в свое время, что Маше самые главные пророки, все остальные по статусу, как бы, и их слово уже менее весом. И вот народ Израиля, это вот с тех пор вот так вот, что вот Моисей, вот он. И вот представляете, Маше умирает. Трагедия в народе. Умер вождь, умер лидер, и как без него жить? Как без него двигаться? Раньше, если путаница происходила, всех к Моисею. Он вот всех расставлял по углам, говорил как надо. Все потом в итоге, знаете, вот эти первые бунты первых лет, там Корах, там поднял восстание, другие. Это все потом улеглось, и в общем-то все уже пришли к пониманию безусловного авторитета Моисея. И вот он умирает, и что без него делать? Когда в 1953 году умер Иосиф Фиссарионович Сталь, можно найти сейчас кадры хроники в интернете, как люди плакали искренне, потому что их убедили менее чем за 30 лет, что только лишь благодаря особенному разуму, особенной харизме, выражаясь современным языком, особенным дарам, способностям и талантам вождя. Народ счастлив, по крайней мере так нужно было говорить. И без него, ну вот что делать без него? Люди плакали, верили, что без него будет плохо, говорили о том, что начнется война, что без Сталина мы проиграем. И даже во время похорон возникла давка, в которой погибли тысячи человек в Москве. Вы представляете? Смерть одного потянуло за собой сколько. Ну вот народ Израиля, они были в большой растерянности, и причем, они же дошли до реки Иордан, они прошли путь, и вот перед ними растилается земля, ее можно видеть, которую они собираются заселять. Кто-то мог думать, что самое сложное у них предстоит, занять землю, которая занята уже. Человек, который стал во главе народа, правая рука Маше и Гоша, пребывал наравне со всеми в большой растерянности. Откуда я это знаю? Это можно видеть из первой главы книги под его именем. Потому что на протяжении одной лишь этой главы, и даже можно сказать, что нескольких стихов с пятого по девятый Бог трижды успокаивает его и призывает быть твердым. Знаете, нет нужды призывать быть твердым того, кто тверд. Если бы Егоша был тверд, Богу не пришлось бы аж три раза на таком коротком отрезке слова призывать его укрепиться. Наверное, человеку было очень тяжело. Наверное, бремя власти, ответственности в неизвестном ему деле очень тяготило его, пугало его, остораживало его. И Бог говорит ему, никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. По всей видимости, Он считал, что как раз Он не устоит перед всеми. Я тоже люблю эту песню. Возможно, Он считал, что Он не устоит ни перед кем. Бог говорит, нет, никто перед тобой не устоит. Он, возможно, думал, что знание Моисеем Бога, вот такой уровень знания, у него у самого нет такого уровня знания Бога. И Всевышний ему говорит, вот как я был с Моше, так буду и с тобой в равной степени. Не отступлю от тебя, и не оставлю тебя. Говорит, будь твердым, мужественным, ибо ты народу всему передашь во владение землю. Ты поможешь мне реализовать мое обетование. Седьмой стих говорит нам, только будь твердый и очень мужественным, и тщательно храни, и вот здесь внимание, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево. Чтобы в итоге произошло то, что написано на финале седьмого стиха. Чтобы поступать тебе благоразумно во всех предприятиях твоих. И для этого можно было бы дописать здесь, да? Пусть книга эта не отходит от уст твоих. Книга закона. Но поучайся в ней день и ночь. Через это ты сможешь научиться исполнять все то, что в ней написано. Будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. И девятый стих как бы подводит итог вот этому разговору, через который Всевышний укреплял Егошуа. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь. Обратите внимание, призывы будь тверд сопровождаются лишь одним действенным советом, как добиться этой твердости. Потому что, например, мы говорим, будь умным, да? Хорошо, я буду как? Расскажи, объясни, дай мне рецептуру. Шаги пошагово. Можешь мне рассказать, как быть умным? Вот Иисус Навин мог бы спросить, как это сделать? Как быть твердым и мужественным? И Бог ему не дает 17 рецептов здесь. Один. 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 Что может укрепить человека? Вера. Где ее взять? В слове. Пусть не отходит книга эта от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь. Объем книги, которую Егоша получил, был небольшой. Ну, это была Тора всего лишь, да? Люди, умеющие читать, могут быстро прочитать Тору. Но для того, чтобы пропитаться ею, нужно ее перечитывать. Нужно размышлять над тем, почему вот то или иное в ней написано, почему вот то затем, а это после, а это до. надо перечитывать, надо перечитывать, останавливаться, сравнивать свою жизнь. И вот размышления над этой книгой должны были привести Егошу в крепкое, твердое, мужественное состояние. Послушайте, Слово Божье имеет имеет уникальный потенциал. Оно способно растерянных, запуганных, слабых сделать твердыми, мудрыми, сильными, крепкими. Все это сокрыто в слове вера. Под всем этим можно подвести общий знаменатель и подписаться вера. Потом мы знаем, что новый лидер Израиля исполнил волю Божью. Причем в точности. И это значит для нас, что он послушал Господа Бога, послушал этот совет, взял свиток, размышлял день и ночь, искал для себя там ключи, советы, ответы, находил их, в точности исполнял. И в итоге Израиль переименовал Ханаан в свое имя. У нас есть с вами книга, которая я воспоминаю сейчас фильм, помните книгу Элая, да? Вот он меня, конечно, засыпил. Как человек слово нес, да? На Библию для слепых он его просто запомнил наизусть, перечитывая каждый день. Каждый день. И как бы таким образом сохранил его, думал. Ну, фильм «Боевик», в общем-то, по сути, там мы не будем рассуждать о том, насколько он соответствует характеру главного героя, характеру такого духовного лидера, но во многом там видно, что вот он руководствовался, оно жило в нем. Это был его путеводитель. вера человека «Иди, иди, ты должен прийти, ты придешь». Она отстроилась на том, что он вот это вот принял все. Если если бы у Бога были другие рецепты наполнения нас верой, он бы непременно нам бы об этом сообщил. Но послушайте, других рецептов просто нет. Если речь идет о том, чтобы где мне заболеть, где мне веру принять, откуда ее взять. Нельзя щелкнуть пальцами, нельзя как-то особенно возложить руку на голову, нельзя как-то в молитве вдохновиться духом сильно для того, чтобы поверить. Нельзя. Это не отсюда берется. Безусловно, совокупность слова молитвы, практики, это все то, что делает из нас нового человека. Но если мы говорим, откуда берется вера, она берется из слова и ниоткуда больше. Из слова и ниоткуда больше. Очень огорчительно видеть, как многие люди игнорируют слово, при этом желают стать верующими и ожидают, что это произойдет через какое-то Божье вдохновение, идущее каким-то особенным неведомым путем. Это не библейское понимание обретения веры. Скорее всего, таким образом человек может наполниться глупостью или ложной верой во что-то ложное совершенно. Поэтому, друзья, я знаю, есть люди, любящие больше читать и любящие меньше читать. Есть библиотчтей такие, которые много читают библию, есть люди, которые, ну, которые, может быть, не очень молятся, но много библию читают, есть такое. Это такой своеобразный крен, который надо очень где-то корректировать. Но, я даже знаю, что таких людей иногда называют книжниками, немножко с презрением высмеивая, особенно те, кто библию не читает. Но, послушайте, если у человека нет тяги читать библию, ему надо побороть это в себе. Если он не прицепится к библии, если он не прочитает ее в жизни много раз, причем не бегло вот так обзорно, а вникая, я не уверен, что у него будет крепкая вера в жизни. Просто, просто не уверен. Если у кого-то из вас есть проблема с изучением слова, вам надо решить эту проблему. Потому, что, ну, я не думаю, что вы можете наполниться крепкой верой. А крепкая вера нужна всякому человеку, который претендует на то, чтобы исполнить волю Божью в своей жизни. Всякому человеку. И вера это такая вещь, которая может расти до бесконечности. Нет предела веры. Может расти до бесконечности. Ишуа говорит нам в одном месте Писания, что для совершения Божьих дел на отдельно взятом отрезке времени или в отдельно взятом случае иногда необходимо совсем немножко веры, как сгорчичное зерно. Послушайте, для стабильной жизни с Богом, для плодоносной и радостной, вот, крепкой, сильной, причем способной приносить радость другим людям, также нужно много веры. Много веры, которая должна быть крепка, стабильна, которая находится в состоянии постоянного развития. И вот для того, чтобы так было, слово должно наполнить себя. Это обязательно. когда я пришел к Богу в 99-м году, я вообще раньше много книг читал, очень много, так оглядываясь назад, скажу, что много читал. Библия мне не давалась, я вот помню человек, который мне говорил о Боге, я у него выпросил Библию, он мне подарил Библию. Я думаю, ну вот надо себя заставить ее прочитать. Я начал себя заставлять ее прочитать. и она не шла мне, и я больше двух страниц не мог прочесть. Я думаю, многим вам известен этот эффект. Когда мне открылся Господь, я позже буду рассказывать, как это произошло, как слово здесь влияло именно на веру, откуда вера родилась во мне. Библия, как говорится, пошла. Я помню, в один присес прочитал четыре Евангелия. Вух! И послушайте, это были сильные два дня, это два дня произошло, и я помню, у меня на многое глаза открылись сразу, вот так одномоментно. Слово это свет ноги моей, правильно? Вот оно мне света как дало прожекторам жизнь. и я два года после этого читал только Библию и иногда книги ее толкующие. Два года, ничего больше, ни газет, ни книг других, ничего. Не потому, что я как бы пост взял на это, ограничил себя, хотелось, но я типа не брался, нет, мне просто не хотелось. своего рода Бог как бы апгрейд такую, перезагрузку производил во мне, перезагружал мои внутренности для того, чтобы, знаете, старого сломать, нового построить. и с тех пор до сегодняшнего дня я так регулярно подчитываю. Только единственное, что раньше, вот тогда, в те два года, я вот так ее ел, у меня как-то гриппом заболел, и думаю, что я так гриппом заболел, ведь мне как-то рассказали, что я не буду больше болеть. Значит, но я прочитал, для меня самыми сложными книгами были книги пророков, я помню, стартанул в эти дни болезни так, что я прочитал Иисайю, Иеремию, Иезекиилову сразу. Я думаю, ну, это во благо, значит, мне, что верующему все содействует, в том числе тот случай тоже. И вот так вот я Библию читал, читал, читал обзорно, а потом, да, потом начал вникать, уже, уже вот иногда остановишься на паре стихов, и сидишь, вот и ковыряешь их, переводы смотришь, или вот так зацепит какое-то слово одно, вот так смакуешь его, знаете, как конфета. Да, и это очень серьезным образом влияет на твою личность. Я заметил, Библия делает тебя добрее. Я такой очень злой человек был раньше, мстительный, но вот тогда. Она делает тебя добрее, она тебя укрепляет. Писание делает тебя мудрее. Послушай, ты иногда вот думаешь, вау, я не буду делать того, что собирался. Нет, стоп, нельзя, надо остановиться. А вот в той ситуации я был неправ. За это надо... Понимаете? И вот все вот эти решения, которые приходят тебе в сердце под напором слова, это вот то, что называется мудрое решение, мудрые мысли, делающие затем твое поведение мудрым. А мудрое поведение, соответственно, приводит к появлению хороших плодов в твоей жизни. Правда? Потому что мудрость это классное семя. Вот такова она, Библия. Откуда берется вера? Откроем Иоанна, первую главу. У Егошуа бен Нун, у Егошуа, у него, знаете, у него была вера в Моисея. У него была привязанность к лидеру, у него была верность к лидеру, и все это нужно нам для нашего служения. Человек, который не послушен начальством и властям, у него проблемы с Богом. Это бунт, и это проблема. Здесь люди, которые в современном обществе верующих, говорят, я вот только Бога слушаю, только Бога надо слушать. Но это спекуляции на Слове Божьем, признаться. Это хитрости, и это идет от плоти, а не от идеи нового человека. Важно быть послушным, но знаете что? Важно иметь личную веру в Бога. Нельзя верить через веру лидера. Важно иметь личную веру. Что произойдет с тобой, если ты будешь верить верой лидера? Что произойдет с тобой, если с лидером что-то произойдет? Если лидер умрет, как умер Маше, если лидер уедет, если он отступит, что будет с твоей верой? С тобой будет то же, что и с лидером. Он умрет, и ты умрешь. Духовно, может не физически, он отступит, и ты отступишь. Знаете, что многие верующие верой лидера отступили вместе с лидерами, да, в современном христианском, украинском обществе, мы знаем это. Правда? Почему? У них не было личной веры в Бога. Они верили сквозь призму веры своего лидера. Любой крен там, порождал крен в этом человеке. Вот Иисус Навин находился в рискованной позиции в этом отношении. Бог ему говорит, бери книгу, читай сам, ты будешь таким же, как Маше. Он не говорит, ты превзойдешь Моисея. Знаете, маленький верующий человек, у которого нет за ним движений больших духовных, он ничем не ниже лидера, за которым стоят тысячи верующих. Я вам честно говорю. Если он крепок, в рамках своего задания от Господа, знает его, послушен, он находится в равной мере так же важен Богу, как и с человеческой точки зрения большую лидеру. у каждого из нас разный уровень призвания, правда? Согласны с этим? То, как думают люди друг о друге, не всегда совпадает с тем, что думают Бог о людях. Но для того, чтобы ты исполнил волю Божью, вот что тебе нужно сделать? Тебе нужно знать Его, знать Его Слово, измениться через Слово, научиться действовать в рамках своего призвания из Слова, тогда ничьё потрясение, никого из людей, самых близких тебе верующих людей, возможно, из твоей семьи, возможно, из твоей общины, возможно, из твоего движения, не повредит твоей вере, ты останешься с Богом. Вы слышали про Билла Уилсона? Это очень уважаемый служитель. Я когда мне, помню, книгу дали почитать, чей же это ребёнок, вот я её съел до трёх часов ночи. Я как сел её читать, не мог оторваться. Такая крепкая. Вот он описывает такие интересные вещи, он говорит, что сложная жизнь у человека была, в семь лет его мать посадила на бордюрчик, читали, да? Сказала, подожди меня здесь, и больше никогда не вернулась. Он сидел три дня, по-моему, ждал её, и не дождался. И один служитель ходил в церковь по этому тротуару, утром туда, вечером назад, он видит, сидит мальчик один и тот же, длинный, с выбитыми зубами, худой, в коротких штанах, и явно такой потерянный. Он его подобрал, на четвёртый день повёл с собой в церковь, вот так он остался с Богом, семь лет ему было. Мать бросила его. Он был с некрасивой внешностью, потому что у него была родовая травма, и за это его убили на улице. Ему сломали челюсть в нескольких местах, и если знать его лицо, вот до сих пор можно это видеть на нём. Он привязался к служителю, к одному, который воспитывал его лично. И, ну, у него не хватало, конечно же, отца у него не было, матери не было, и по-человечески это объяснимо. С определённого возраста он начал привязываться к Богу лично, не через этого служителя, а к Богу лично. И потом он описывает, что тот служитель, он потом повесился, который воспитывал его. У него произошла какая-то личная трагедия в жизни, где-то его вера разрушилась, и он так закончил жизнь. Пастор первый, который воспитывал его потом, его посадили в тюрьму на длительный срок за какое-то преступление. И вот он говорит, я, когда бываю в Нью-Йорке, я, говорит, прихожу на могилу к своему вот первому, своему такому духовному воспитателю, сажусь и говорю, я скучаю без тебя. И вспоминаю это о первом пасторе своём, который сидит в тюрьме. Но Осибион говорит так, что если бы я не привязался к Богу лично, изучая Писание, я бы ушёл, я бы сошёл с дистанции вместе с теми людьми. Потому что доверие человеку, оно в нашей жизни может превысить разумные пределы, понимаете? Для того, чтобы так не произошло. Я большой противник того, чтобы тех людей, с которыми мы были дружны, и которых слушали, если они отступили, чтобы их потом позорить. Я большой противник. Это здесь есть неблагодарность. Это некрасиво, по-человечески даже. Но мы не имеем права отступать от Бога, если те, кого мы слушали, от Него отступили. Поймите, нас спасают не люди, даже очень хорошие. Нас спасает Всевышний, и только Он. Поэтому, друзья, наше личное знание Бога, подаваемое в одной лишь книге, это жизненно необходимость для нас. Если этого нет, наша вера под угрозой вообще, если она. И вот Егоша бен Нун, он послушал Бога, он взял, принял к сведению, не просто принял к сведению, а просто действительно в послушании исполнил Божью волю, начал искать сам Его лично, и, конечно же, нашел. Ведь Писание нам и дано для того, чтобы мы нашли Бога. Не чтобы мы попытались, это не, знаете, это не аукцион, что участвовать могут все, но победит один только. Это предложение, это билет, с которым пустят всех, у кого он будет. Всех. Изучайте слово, это крайне важно. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни говорил, изучайте слово, это крайне важно. Иоанн, первая глава. Давайте прочитаем внимательно с первого стиха. В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него, без слова, ничто не начало быть, что начало быть. Или иными словами, что реально появилось. Реально есть. В нем была жизнь. И жизнь была свет для людей. Свет человека. И свет этот во тьме светит, и тьма не может объять его. Не объяла его. И вот здесь написано то, что в начале любого настоящего процесса, а самым настоящим процессом из всех возможных является процесс возвращения к Богу. Спасение. Возвращение в то состояние, которое было утеряно даже не нами, а нашим прапрапрапредкам. И мы уже как заложники, что ли, все. То есть ситуации, каждый из нас от себя еще что-то в эту корзину проблем добавляет, да, усугубляет ситуацию. И Всевышний здесь говорит нам, что в начале любого процесса восстановления, лежит Словом. И через Него все начинает быть, что вообще можно назвать, вот оно есть, что-то стоящее. Через Него. В нем жизнь, в нем свет для человека. И тьма со всей ее хитростью, коварством не может объять, захватить, поглотить, поработить, заставить отступить, сломить, сломать того, кто движим в своей жизни Слово. Не может. Если мы говорим о вере, то вера это также то, что происходит, рождается посредством Слова. Вера это дитя Слова. В начале твоей веры лежит Слово. Если нет Слова у тебя, в тебе не будет веры. Сказать, я верю, исповедать, я верю, заявить о себе, что ты верующий, если у тебя нет Слова, это просто соврать. Или исповедать неправду, или исповедать, в лучшем случае, свое заблуждение. Записали, да? Есть у вас вопросы вот на этот момент какие-то, друзья? Ну, мы не читаем, что вот переименовано было, там табличку новую повесили на въезде в Израиль. Просто Ханан, ну, мы же читаем, что территория называлась Ханаан. Кнаан, да, вот если там на юриде читать. Ну, мы же не называем сейчас Эрц Израиль Ханаан, правда? Мы называем это Эрц Израиль. Это называлось Ханаан, потому что землю занимали Хананейские племена. Потом Хананейские племена были выдавлены, выселены, разбиты, и территорию занял народ Божий, территория начала называться Земля Израиля, Эрц Израиль. В этом смысле именно и переименовал. Хорошо. Да, пожалуйста. Вот я раньше слова не знала, как мы все с православием вышли, но я верила не только. Спасибо. Хороший вопрос. Смотрите, кто из нас может сейчас сказать, что то, что он называл верой тогда, когда считал себя верующим, в общем-то, по мере твоего развития, ты понимаешь, что ты не жил верой, не был верующим. То есть, смотрите, послушайте, я сейчас хочу разделить два понятия. Соглашаться с тем, что Бог есть, и быть верующим, согласно тому, что Писание называет верующий человек. Это разные вещи, согласитесь. Ведь мы же не можем назвать бесами, бесов существами веры, да? Они веруют, написано. Они знают, что Бог есть. Но являются ли они верующими? Нет. Само то, из-за чего они стали бесами, показывает, что они не верующие. То есть, признание факта существования Бога еще не делает человека верующим. Верующим в высшем смысле этого слова. В том смысле, что ты живешь библейской верой. Я об этом говорю. Я об этом говорю. Как я пришел к Господу, если я не знал Писание? Как ты пришел к Господу, если ты не знал Писание? Как же так вышло, что слово ты не знал, а пришел? Откуда вера взялась, если у тебя не было слова? Послушайте. Вот мне, со мной работал, я уже сказал, один человек. Он рассказывал мне библейские какие-то примеры, толкуя их. Я увлекся историями, которых не знал, толкованиями и выводами, очень глубокими в философском плане. Очень глубокими в том смысле, что они совпадали с моими вот такими громадными вопросами, которые у меня повырастали, знаете, как целый лес вопросов вырос. Это очень зацепило меня. И я могу сказать сейчас, что моя вера в Бога родилась из Слова Божьего, истолкованного, провозглашенного, проповеданного этим братом. Наличие Библии дома является наличием слова в твоей жизни. Не то, что ты, не то, что вот знаете, то, что там какие-то цитаты, знаешь, можешь говорить. Все мы что-то знаем из Библии, даже когда вот были неверующими. Я, например, знал, кто от меча придет, с мечом придет, от меча и погибнет. Думал, что Невского, Александра Невского фразу, был удивлен, когда увидел, что это Ишуа сказал. Что? Перекус. Меси на оралы, да. В общем, как Израиль верил в Слово? Все читали Тору, все садились, у каждого был свиток. Нет, вообще это были единичные вещи. Провозглашалось, они слушали и начинали верить. Вот так я слышал. Слово Божье проповедуемое. Ведь почему вот Европа начала потихонечку катиться в какое-то такое номинальное, формальное, неживое христианство, когда потихоньку там перестали проповедовать, перестали давать Библию в руки людям. И этот процесс может случиться на протяжении жизни одного отдельно взятого человека. Он начинает читать Писание, начинает интересоваться Словом, в нем загорается вера. Потом он по разным причинам успокаивается. То ли возгордился, то ли где-то, вот знаете, остановился, а тот, кто не собирает, тот растачает, мы знаем, да, и у него разрушается то, что он собирал. И он помнит, что он когда-то читал, и думает, что он по-прежнему кто-то. Но его жизнь потемножку сыпется, сыпется. То же самое случилось вообще с христианством, которое более чем на тысячу лет уехало куда-то в такие темные леса и произвело такие, в кавычках, плоды, что, можно сказать, мама дорогая. Поэтому слово проповедуемое, читаемое, разъясняемое, проговариваемое, когда мы о слове друг с другом рассуждаем. Это все Слово Божье. Если все это из Слова Божьего, это все то, что лечит тебя, это лекарство твое, это то, что преображает. Философский камень искали в средние века. Извините за такое сравнение. Это все то, что делает тебя новым, живым и настоящим. Первый урок окончился. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!